В Верхней Волжии продолжается борьба с распространением коронавирусной инфекции. Особое внимание в этом деле уделяется местам массовых скоплений людей. Некоторые объекты, такие как кинотеатры, заведения общественного питания, детские площадки, зоны отдыха в настоящий момент закрыты. Те же учреждения, работу которых прекращать нельзя, проходят регулярно санобработку. Во вторник дезинфекции подвергся железнодорожный вокзал Твери. О том, что уровень соблюдения мер профилактики в период распространения опасной коронавирусной инфекции на Тверском железнодорожном вокзале вызывает беспокойство, наш телеканал рассказывал не так давно. Здесь, в тесном пространстве, пассажиры ожидали своих электричек и поездов. Не было никаких разграничительных линий, обозначающих безопасную дистанцию и тому подобного. Сотрудники железнодорожного вокзала были без масок. Видимо, это способствовало расхолаживанию самих пассажиров. Многие из них к мерам предосторожности тоже относились достаточно легкомысленно. Маска не поможет. А также узнать подробную информацию о величине и порядке к выставлению. Не боитесь в нынешних реалиях без маски находить, дорогие? Не боитесь вообще, если на месте без маски находить? Маска приема к третьей платформе правая сторона. Маска не приносит? Нет маски. Городной поезд. Однако не улучшающаяся эпидемиологическая обстановка на территории региона, по всей видимости, вынудила руководство железнодорожного вокзала задуматься над усилением профилактических мер. Так, спустя три недели после последнего нашего визита уже все сотрудники объекта в масках, на креслах в залах ожидания наклеены сигнальные таблички, что самое главное, здание ЖД вокзала начали дезинфицировать. Санитарную обработку здесь осуществляют сотрудники МЧС. Работают тремя группами. Одна в главном здании, две другие идут обрабатывать территорию пригородных касс и подземный переход там же. В качестве дезинфицирующего средства используется особое антибактериальное вещество – типродез. Спасатели из мощных пульверизаторов опрыскивают стены, двери, сиденья и другие элементы здания ЖД вокзала. Проводится дезинфекция подземного вокзала, в том числе перроны и контактные группы, входные группы, придрожные кассы. Полный объем работы. Работает здесь 20 человек личного состава, 5 единиц техники. Ожидается, что дезинфекция объектов, где даже в период нерабочих дней наблюдается скопление людей, в Твери продолжится. Посильную помощь городским властям продолжат оказывать сотрудники МЧС России. А мы продолжим выявлять те объекты, где к профилактическим мерам относятся без должного внимания.